Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 14 апреля, воскресенье, и мы с Айханом и еще с парой наших друзей отправляемся на воскресную прогулку и, конечно же, приглашаем вас вместе с нами. В Алании стоит потрясающая теплая погода, солнце, немножко затянуто облаками, ну, совсем чуть-чуть, но я надеюсь, что распогодится, поэтому приглашаем вас вместе с вами. Сегодня, как я вам и обещала, хочу познакомиться с очень классными ребятами, с Всеволодом и Виктором. Они из Питера путешествуют по всему миру, теперь приехали в Турцию и в Аланию, и, конечно же, я им показываю все самые интересные достопримечательности. Сейчас ребята расскажут чуть-чуть о Севере. Привет, я Виктор, это Всеволод. Мы путешествуем сейчас, в данный момент, по Турции, исследуем все культурные места, пляжи, заведения, где можно отлично провести время, прогуляться. Также популяризируем пеший туризм, и им тоже занимаемся и приглашаем всех присоединиться к нам. Очень интересно. К нашему каналу, да, присоединяйтесь, в том числе и на наших путешествиях вы можете увидеть, как мы смотрим, собственно говоря, исторические памятники и занимаемся искусством по пути, так как есть соответствующее образование. Нам интересно рисовать, изучать людей, новую культуру, новые места. Спасибо большое, Анастасии, за эту прекрасную экскурсию, которую вы сейчас проводили для нас. Подписывайтесь на Анастасию обязательно и приезжайте в город Аланью, он очень интересный, красивый. Анастасия много о нем рассказывает, вот, очень будем рады. Одной из главных достопримечательностей Аланью, конечно же, является крепость. И, друзья, когда вы бываете в Аланью, посетите и судоверфь, красную башню, и посетите обязательно пещеру Дамлаташ. И после пещеры Дамлаташ, которая находится на противоположной стороне, вы можете подняться наверх на канатной дороге и исследовать уже всю крепость на самом верху. Сегодня очень классная погода, очень тепло. И, на самом деле, я, конечно же, зря взяла пальто, потому что даже в рубашке очень-очень жарко. У вас еще появится кадр, как вы уходите. Всеволод, как вам крепость? Здорово, камера на камеру. Да. Всем привет. Еще одна камера. Виктор, как вам крепость? Давайте три камеры, камера на камеру. Камера мне очень понравилась. Камера. Камера. Крепость. Мне понравилась и камера, и крепость, и, да. Стоишь, что будет. Ну, сейчас зацвели, получается, апельсины, был дождь, все море желтое. Да. Ну, это как бы и полезно, можно искупаться еще и пропитаться пыльцой апельсином. Вместо лепестков роз пыльца апельсин, пожалуйста. Да, 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 можно пропитаться и стать еще здоровее. Витамин С будет впитываться не только через апельсины, но еще и через кожу. Ну, сейчас мы отправимся на насмотровую площадку. Я думаю, что ребята исследуют все это, всю эту красоту чуть позже, да? Да. Сколько вы здесь будете дней? Планируем 2-3 дня. Побыть, да. А где вы остановились, расскажите? Мы остановились в отеле Клеопатра Точ. То есть вы прямо на Клеопатре? По рекомендации Анастасии. И сколько стоило? Стоило, все, ребята, не поверите. 48 лир. 48 лир за ночь на двоих 509 рублей, представляете? Лайфхаки от Анастасии. И в описании к видео у меня есть ссылки на покупку авиабилетов. И как раз вот на этот сайт, который я ребятам присылала с хорошими ценами на отеле. Да. Мы сами там всегда тоже бронируем, поэтому обязательно смотрите. Бронируйте отели в городе Алания по ссылкам у Анастасии в описании. Они самые классные. Они самые выгодные. Проверены на опыте. Да, проверены. Вот вам живой опыт. Да, ребят, рекомендуем. Еще Анастасия очень хорошую прогулку проводит сейчас. Прогуляйте с Анастасией. Если у вас получится, вам повезет. Да, если у нас будет время. Ну, а так вы можете приходить к нам в офис всегда. Да, и спасибо большое тем, кто постоянно приходит в офис к нам, приносит всякие разные подарочки, вкусняшки, особенно Альхан и шоколад. Погода очень классная. После дождя свежо. Было же пасмурно, да, последние пару дней? Да, был дождь. А, кстати, когда в Алании, когда мы с вами в Анталии встретились, была в Анталии жара. А в Алании был настоящий шторм. То есть, прям тут прям все грохотало, молнии. Мы как-то в палатке лежали. Это где было? Это было в Чироли. Недалеко от Аминуса. А, да, в Чироли мы были. Мы делали кэм. Мы просто сносили очень сильно палатку, и мы просто держали ее. Очень странная вообще история. Намокли все. Вымокли. Но мы справились с этим делом, и поэтому сейчас мы проверены, такие ребятки. Слушай, на самом деле мы очень много, когда я в Норвегии жила, а мы прям вот очень много в палатках жили. И у нас даже были такие истории, когда мы лежали в палатках на этих самых, как они называются, мешки спальные. И у нас всегда была такая шутка. Ты уже промок, ну то есть как бы дождь начинается, начинает под это самое. В общем, мы тоже были экстремалами, но это было классно. Прям супер. Все мы экстремалы. Все мы экстремалы, да. В Норвегии это очень интересно. Да, там, а вот здесь вот еще. Еще один вход на наш любимый пляж. Можно зайти вот с той стороны, но с той стороны в 6 часов закрывается дверь. И скоро уже лето, и мы обязательно сюда пройдем. Сейчас море очень близко подступило, но красота невероятная. Единый билет я вам уже раньше рассказывала, но еще раз то скажу. 14 лир это красная башня, судоверфь и пещера Дамлаташ. Вы можете в течение дня попасть вот сюда, вот в судоверфь, в красную башню. И далее отправиться в пещеру Дамлаташ. И от пещеры Дамлаташ вы можете на канатной дороге уже проехаться наверх и изучить непосредственно всю крепость. С этим единым билетом вы экономите, получается, 7 лир вы экономите. Сегодня, на самом деле, очень жарко. Лето. Лето началось, друзья. Последние дни было немножко пасмурно, но сегодня прям очень здорово. К нам подошел еще один наш друг Ахмед. Вы его уже знаете. Мы во многих видео вместе с ним были. Но вы, наверное, не знаете, что Ахмед один из популярных писателей в Турции. Он пишет книги, исторические, детективные, исторические книги. И сейчас он пишет сценарий к двум сериалам для телевизионных каналов в Турции. Поэтому Ахмед у нас очень интересный человек. И сейчас мы все вместе поедем на смотровую площадку. А сейчас мы приехали с ребятами в дом музея Татюрка. Кстати, в прошлом году у нас были встречи в мае, и мы приходили тоже с вами сюда. Но если вы не были в доме музея Татюрка в Аланье, обязательно приходите. Вход бесплатный, и он всегда открыт. Это традиционный турецкий дом, в котором Мустафа Кемаля Татюрк останавливался 18 февраля 1935 года, когда он приезжал в Аланье. И этот дом в 1987 году был передан семьей, для которой этот дом принадлежал. Он был передан государству. Поэтому обязательно приходите. Здесь также есть маленький хамам. Дом отреставрирован. Мебель, посуда. Все-все осталось с того времени. Есть комнаты для рукоделия, детская комната и спальня. Поэтому, друзья, когда будете в Аланье, обязательно приходите. Я думаю, что вам будет тоже очень интересно посмотреть, как изнутри выглядит традиционный турецкий дом, какие были интерьеры и как люди жили. И, кстати, на улице очень жарко, а в доме очень прохладно, свежо, даже когда не включен медицин. Дом музея Татюрка открыт каждый день с 8.30 до 19. А теперь мы приехали во всем известный парк Товшан Дамы. И сегодня потрясающая погода. И, конечно же, открывается великолепный вид на Аланью. Сейчас мы здесь чуть-чуть с вами прогуляемся, потому что прошлый раз, когда мы здесь были, здесь было немного пасмурно. Ну а сейчас мы увидим город во всей его красе. Очень много народа сегодня в этом парке. Здесь есть вот такие вот буковки, которые... Деревянные. Да, которые деревянные. Если посмотреть издали, то видно, что написано Аланье. И здесь ребята запускают еще воздушных змеев. Вот таких вот красивых. Спайдермен запускает воздушного змея. Ну и, конечно же, отсюда открывается потрясающая панорама на Аланье. Один из маршрутов, который вы можете продумать в Аланье, вот как раз тот маршрут, который мы сегодня и прошли с ребятами. Это Красная башня, Судоверфь, Центр города, Набережная. Дальше мы отправились в дом-музей Ататюрка. Дальше в парк Товшан-Дамы. И сейчас отправимся вниз в пещеру Дамлаташ. И на канатной дороге ребята поднимутся наверх, чтобы смотреть крепость. Вот такой тур вы также можете сделать в течение одного дня. И вы увидите все самое интересное на самом деле и красивое, и важное в Аланье. Ну а далее вы уже можете съездить в каньон Сападеры и посетить все остальные другие достатные участки. Вот такая вот небольшая экскурсия у нас прошла по Аланье. Я надеюсь, ребятам нам очень понравилось. Спасибо большое Ахайхану, Анастасии, за такую экскурсию. И Ахмед тоже принимал участие. Да, наш водитель. Спасибо ему. Спасибо, Ахмед. И ребята здесь еще будут пару дней, поэтому я думаю, что вы еще и следуете, все узнаете. И мы, конечно же, с вами не прощаемся. Встретимся, обязательно спишемся. Пожелаем вам всего самого хорошего. Как всегда. Спасибо. И на этом мы с вами прощаемся. Приезжайте в Аланье. Здесь очень много всего интересного. И, конечно же, приезжайте в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии и приезжайте в гости. Всем пока-пока. Пока-пока.